привет друзья где-то пару лет назад я выпустил материалы о эффективных методах защиты от клещей пожалуйста кто еще не видел этот фильм ссылочка в описании материалы нашли довольно широкий положительный отклик у вас за что вам большое спасибо но вместе с этим изучая комментарии к этому фильму я вот и по сей день сталкиваюсь с такими знаете закостенелыми заблуждениями относительно этой проблемы на мой взгляд вызванными тем что люди просто не понимают энтомологии данных кровососущих не знают их поведенческих и биологических особенностей доходит даже знаете до того что некоторые вот люди мне пишут что боятся выйти в лес на природу куда-то в поход да даже просто на какой-то безобидный пикничок боятся быть укушенными и заразиться энцефалитом так вот в этих материалах я решил объединить воедино вот все ваши вопросы а также наиболее распространенные мифы и заблуждение касаемо клещей давайте вместе разберемся глубже в этой проблеме так чтобы у вас сложилось истинное представление и полученные знания помогли вам избежать ряда ошибок и ложных суждений о клещах ведь как известно знание это сила поехали на самом деле клещи являются лишь переносчиками вируса в природе возбудитель энцефалита живет в организме птиц домашнего рогатого скота коз коров а также диких копытных клещ укусивший инфицированное животное получает с кровью и сам вирус который размножается в его слюновых железах именно через эти железы в дальнейшем при укусе вирусы проникает в кровь человека в принципе для человека есть шансы заразиться энцефалитом и от сырого козьего или коровьего молока вирус клещевого энцефалита является действительно тяжелый и в некоторых случаях даже летальной вирусной инфекцией однако это не единственная по тяжести и последствиям для человека болезнь существует также боррелиоз или болезнь лайма который кстати более распространенная среди заболеваний передаваемых при укусе клещей и как раз таки для человека присутствует больший шанс при укусе заразиться именно боррелиозом нежели энцефалитом кстати в отличие от энцефалита для которого существует порядка 5-6 различных вариантов вакцин от боррелиоза прививки нет справедливости ради такая вакцина существовала до 2002 года но ее производство было прекращено по причине низкого спроса и довольно эффективных методов лечения современными препаратами да сейчас существует конечно какие-то варианты вакцин от боррелиоза в основном разработки сша но они официально не зарегистрированы по причине сильных побочных эффектов в отличие от энцефалита подцепить боррелиоз можно только при укусе клеща к слову сказать далеко не все клещи являются зараженными на территории россии насчитывается порядка от 30 до 60 процентов особей особый риск встречи с инфицированным насекомым представляет эндемические районы страны такие как урал алтай дальний восток сибирь на остальной территории россии вероятность заражения довольно условно и связано в основном с особенностями растительности и климата каждого конкретного региона при этом укус и заражение не является равенством считается что для передачи вируса человеку клещу необходим довольно длительный контакт с кровью а именно не менее двух трех суток если клещ снят в течение суток то он не успевает передать возбудитель инфекции к тому же если не дай бог конечно так случилось что человек заболел боррелиозом как я говорил ранее современной медициной это все эффективно лечится антибиотиками вплоть до полного выздоровления еще один такой момент относительно данного мифа до клещевой энцефалит и боррелиоз является действительно сложными и опасными болезнями правда далеко не единственными существует и масса других инфекций переносимых иксодовыми клещами правда менее опасными по степени тяжести это утверждение неверно насчитывается свыше 650 видов иксодовых клещей лишь только несколько из них является переносчиками вирусов это таежный и лесной европейский да и те могут быть незараженными однако вот мы с вами не специалисты и отличить от зараженного мы не сможем поэтому каждый укус следует считать потенциально опасным и лучше все-таки отнести клеща на анализ в лабораторию вообще по статистике переносчиками вирусов является 6 клещей из 100 но при этом заболеть от инфицированные особи могут лишь от двух до шести процента людей так что не нужно считать что если вас укусил клещ вы уже точно сразу заражены это совсем не так клещи обитают преимущественно в густой траве где-то от полуметра высотой поэтому открытое поле или густой лук является не менее опасными чем лесная чаще как правило клещ сидит притаившись и выжидает любое теплокровное животное или человека чтобы повиснуть на нем зацепившись за шерсть или одежду а затем ползет по телу своей жертвы стремясь найти самое удобное место контакта данное заблуждение возникло вероятно из-за того что клещ перемещается по одежде снизу вверх в поисках место где-то про не проникновение под одежду и выбора наиболее нежных тонких участков кожи для укуса также часто клещи встречается и в густом лесном подросте кустарниках и березняках вообще они не различают цвета поэтому ткань одежды вас абсолютно никак не убережет в этом плане а вот выбор самой одежды он важен то есть это плотные манжеты на рукавах и на брюках глухая молния в качестве обуви в идеале в идеале это высокие сапоги но и также необходим головной убор какой-то или капюшон обо всем этом я довольно подробно рассказывал своих материалах по методам защиты от клещей но вот это пожалуй самое распространенное заблуждение то есть предполагается что если залить место укуса маслом мылом спиртом жидкостью для снятия лака не знаю там чем еще то клещу нечем станет дышать для него это окажется эти средства чем-то неудобным он ослабит хватку и сам вылезет чтобы глотнуть воздуха это конечно полная глупость друзья а все от незнания строение тела клещей дыхательное отверстие у него находится на брюшке ближе к анальному отверстию так что если вы зальете все маслом с большей долей вероятности клещ забудется еще глубже под кожу в процессе этого усиливается активность слюновых желез клеща и вместе с этим увеличиваются шансы на попадание какой-либо инфекции в кровь создание неблагоприятных условий для клеща требует куда большего времени чем вы его просто снимите пинцетом при этом увеличивается шанс проникновения патогенов вашу кровь хоботок клеща имеет шестигранное или прямоугольное основание он не имеет никакой резьбы если так можно выразиться скорее он напоминает отбойный молоток оснащенный контр зубцами помогающими хорошо удерживаться под кожей жертвы то есть клещ именно как бы пробивается под кожу они вкручивается в нее поэтому нет абсолютно никакой разницы в которую какую сторону вы его будете выкручивать по часовой стрелке или против часовой но у нас почему-то по традиции считается что нужно выкручивать против часовой пожалуйста делайте так если вам так удобнее кто же против в идеале если вы снимете клеща пинцетом или с помощью нитки целиком однако случается так что вместе укуса остается его головка с хоботком паники здесь нет абсолютно никакой бестелесая голова никоим образом не сможет передать вам никакую вирусную инфекцию удалить оставшуюся головку с хоботком можно без проблем с помощью прокаленной швейной иголки или такой же иглы от шприца это ложное утверждение возникло из-за того что люди часто путают эксодовых клещей чесоточных последний до действительно проникают под кожу однако эксодовые клещи используют человека и теплокровных животных только в качестве источников пищи они как инкубатор ну так себе наблюдение конечно потому что наибольший период активности кровососущих клещей вот у нас в средней полосе приходится на активную фазу весны наступление теплых дней способствует пробуждению клещей и активному поиску их жертвы пик активности весной приходится на апрель май месяц когда уже полностью растаял снег и средняя температура воздуха устаканилась не ниже 50 градусов тепла а по ночам уже нет заморозков однако активная фаза может продлиться и до июня зависимости от климатических условий далее наступает так называемая пассивная фаза это лето и начало осени однако это не означает что вас не покусают клещи просто их активность снижается в этот период но шанс быть укушенным сохраняется на протяжении всего лета и до ранней осени окончание периода активности клещей приходится примерно на конец сентября начало октября когда устаканивается такая прохладная и сырая погода наиболее благоприятные условия для активности клещей температура плюс 18-20 градусов и влажность воздуха 80 процентов ну вот друзья это пожалуй такие наиболее распространенные мифы и заблуждения вот еще что хотел бы добавить друзья вот иногда читаешь комментарии прямо ну хоть стой хоть падай прям доходит до паранойи какой-то в буквальном смысле люди боятся выйти из дома отправиться куда-то в лес на природу на отдых боятся что их вот обязательно покупку кусает клещи они заболеют энцефалитом еще не дай бог умрут вообще-то ну давайте не знаю отвечу вам так человек это не какой-то аморфное беззащитное существо которое там от любого чиха укуса сразу же заразиться чем-то и умрет вообще-то природа наградила нас довольно сложной эффективной иммунной системой то есть у нас с вами проще говоря присутствует наш природный иммунитет который прекрасно справляется со своими функциями каждый день сотни раз в день я не знаю может даже тысячи раз день мы сталкиваемся со всякими вредными микроорганизмами бактериями и вирусами и так далее то есть мы беремся за ручки дверей мы беремся за них в автобусах в метро мы берем деньги в конце концов бумажные то же самое касается и там всяких инфекций до того же к вида например ведь многие люди даже не заметили как они им переболели то есть но может быть почувствовали какой-то легкое недомогание как при простуде и вообще не придали этому никакого значения правильно потому что наш с вами природный иммунитет никто не отменял он работает и работает довольно эффективно защищая нас каждый день каждую секунду поэтому если вас укусил клещ что это совершенно не значит что вы сразу же заразитесь какой-то инфекцией сработает иммунитет это как армия встанет на защиту вашего организма и не пропустит заразу глубже то есть иммунитет есть у каждого человека ну да у кого-то он сильнее у кого-то слабее кстати о природных компонентах для поддержания и укрепления вашего иммунитета я уже материалы снимал пожалуйста кому интересно ссылочка в описании вот я недаром ранее привел статистику что даже при укусе зараженным клещом шанс заразиться есть только от 2 6 процентов людей то есть сработает природный иммунитет так что вот давайте не будем доводить до какого-то абсурда просто нужно соблюдать необходимые меры предосторожности выходите смело на природу отдыхайте соблюдайте меры безопасности давайте еще поговорим о самой проблеме клещей то есть вот знаете как говорят вот раньше при ссср там клещей было намного меньше такой проблемы особо не было вот сейчас их стало намного больше да это действительно несколько имеет отношение к истине но смотрите вот вирус энцефалита был выявлен в 1935 году а боррелиоза боррелиоз открыли вообще только в 1985 и официально зарегистрировали как опасную вирусную инфекцию только в 1991 году то есть это вообще фактически вот совсем не так давно сравнительно да как только были зарегистрированы смертельные случаи тут же власти ссср предприняли определенные меры вот сейчас вот скажу дай бог выговорить дихлор дефинил трихлоретаном дихлор дефинил трихлоретаном стали обрабатывать соответственно проводить обработку ну проще говоря это трихлофос его в народе называли так вот этим самым трихлофосом начали распылять и обрабатывать пионерские лагеря детские санатории лесные какие-то дороги тропинки и так далее то есть лесопарковую зону и действительно какое-то время то есть вот этот трихлофос это довольно серьезные химикаты и какое-то время не наблюдалось клещей даже по 2 там и от двух до пяти лет то есть их присутствие практически не наблюдалось однако позже уже при ссср было выявлено что этот трихлофос оказывает довольно серьезное воздействие на здоровье человека в его составе химическом содержится такие вещества которые довольно серьезно и надолго проникают в почву в воду и наносят вред здоровью и его просто запретили вместе с тем такое вот отсутствие клещей еще и обусловлен с тем что было развито широко развито сельское хозяйство и вот помните в основном распыление происходило авиационным методом равно так же как и вот всякие санатории и так далее такие зоны то есть помните да вот такие кукурузники над полями летали и вот как раз распыляли пестициды а пестициды содержащие средства в составе содержат ну некие нейропаралитики для насекомых в том числе и для клещей и естественно их также было меньше еще и благодаря сельскому хозяйству просто опылению полей после распада советов сельское хозяйство пришло в упадок в большинстве своем поля уже не обрабатывались они вообще начали зарастать не проводилась санация лесопарковых зон да и трихлофос был запрещен к тому времени то есть естественно это создало некую благоприятные некие благоприятные условия для размножения и распространения клещей также некоторые ученые полагают что некое меняется климат где-то становится теплее поэтому это также спорта зимы становится теплее зимой клещи выживают они и заранее весны они размножаются быстрее и распространяется больше это также является неким фактором вот того что мы имеем на сегодняшний день то есть все логично и все понятно вот говорить о том что вот сейчас современной россии никаких мероприятий по борьбе с клещами не проводятся не совсем верно да конечно они имеют меньше охват чем это было при ссср но обработка вот лесопарковых зон ведется правда ну так как трихлофос запрещен и сейчас используют средства которые абсолютно безопасны для здоровья человека но они также и не задерживаются в почве не имеют длительного эффекта поэтому не оказывают на мой взгляд такого сильного воздействия на клещей также сельское хозяйство у нас начала восстанавливаться по сути совсем не так давно я не знаю сейчас вообще обрабатывается ли поля пестицидами может и так но по крайней мере это носит какой-то такой знаете локальный все-таки характер но вот собственно становится и все понятно почему сейчас такая ситуация с клещами друзья все что вы услышали конечно же не является моим желанием нагнать на вас страху так чтобы вы сели вы закрылись по своим домам и не выходили на природу конечно нет помните про наш с вами природный иммунитет соблюдайте меры безопасности особенно что касается эндемических районов обрабатывайте вашу одежду и смело отправляйтесь на природу путешествуйте отдыхайте еще раз напоминаю вам что все подробные материалы о эффективных методах защиты от клещей я оставляю по ссылочке в описании изучайте что ж надеюсь эти материалы помогли вам избавиться от мифов и заблуждений касаемо клещей всегда рад позитивному общению с вами в комментариях большущей вам удачи спасибо что смотрели и пока увидимся